МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Магии относительно недавние видео по ПАФОВ ТАЙТЕНС Займели некоторый успех, в особенности в видео по только что введенному росту. И это видео вызвало резонанс даже в верхушке патриархов верхнего интернета. Есть люди вообще, которые сразу захейтили, невозможно играть, помойка. Правда, ни верхушка, ни обыватель не заметили тонкую иронию, как ствол секвуи на одного патриарха. Но не об этом. Ранее я хотел описать некоторые детали, которые могли улучшить, скажем так, рост в титанах. Но относительно недавно я обнаружил сервер, который косо-криво, но достаточно положительно улучшил эту механику. Тем более это сервер по модификации, и там модовая карта довольно любопытная. Почему бы и не рассказать? Могу заверить, геймплей довольно любопытно преобразился. Даже для меня. Начну с карты. Название я, к сожалению, не помню, но описать я могу ее примерно так. Представьте, что карту для пистов Пермуда делали люди из Айла. Естественно, в положительном ключе данная карта является сетью тропических островов, разными пляжами, довольно обширными болотами на разных островах и травяным полем. Также карта изобилует разными пещерами, даже подземными. Карта изобилует разными мелкими деталями, типа такого маленького тумана на некоторых локациях, шума прибоя, птиц. Что важно, в небе вы можете увидеть птиц, и их пение теперь не выглядит странным, учитывая, что на большинстве игр в динозаврах есть пение птиц, но самих птиц не видно. Ладно, об этом в другой раз. Также есть уникальные локации, типа вышеописанных болот и источников с гейзерами. Также очень важно уточнить просто невероятно прекрасную растительность. Довольно качественно проработано, что является некоторым минусом, учитывая, что люди на телефонах и со слабыми компьютерами могут возникать некоторые трудности. Хотя, скажем так, провисание не слишком огромное. Конечно, поменьше, нежели когда туман опускается на Апанжуру. Но, увы, есть минусы. Квестовые предметы как бы не слишком подходят по тематике, типа желудин в тропическом острове. Я думаю, все-таки в последующем времени разработчик заметит их на подходящие, типа кокосы, бананы. Ну ладно, это уже слишком. Также есть проблемы со стыковкой некоторых скал. На карте есть маленькие пещеры, которые изначально так сделаны, но также есть расчлены между некоторыми скалами. В принципе, как место, чтобы спрятаться, это подходит. Только оно, судя по всему, не было задумано. Также в минусы можно записать некоторую горность и обрывистасть. Тут спорно. А вот, что некоторые квесты попадаются в пещеры, в которые ты хрен пойми, как можно забраться, это, конечно, проблема. Я, как бы, до сих пор не понял, где эта земля для гнездования находится. Но, скажем так, это меньшее из проблем. Главная проблема, как ни странно, это распознание квестовых предметов. В такой растительности их очень сложно убедить, даже днём. А ночью тут, ну, скажем так, ночь тут не слишком тёмная, но, учитывая общую темень, то есть, более тёмный цвет в зелени тут, хе-хе, да, превращается в настоящий ад. Благо, время на многие квесты тут увеличено. Как, собственно, и время роста. Но тут я уже конкретно говорю про север, стоит это уточнить. Квесты тут дают от минуты до две, а некоторые, где надо собрать множество, скажем так, этих квестовых предметов, типа грибов и орехов, даёт целых шесть минут. Это достаточно неплохо. Вы, в принципе, если вам повезёт, вы можете быстро скипнуть самую уязвимую стадию жизни. Конечно, таких мест, как Талос Куинт, тут нет, где можно бесконечно обузить три квеста. Самым, скажем так, востребованным предметом тут являются ракушки, учитывая, что на пляже довольно часто выдаётся на них квест. Правда, всем и найти их иногда бывает проблематично, тем более некоторые из них довольно хорошо запрятаны. Но на продолговатых ракушках увеличены рейты, то есть их больше, нежели моделей в этой кучке, что определённо радует. Судя по всему, это было сделано, чтобы такие динозавры, как гиганатозавр и аргентинозавру могли хоть немного расти. Конечно, с аргентинозавром проблематично в естественной среде обитания в одиночку выживать. Судя по всему, большинство из представленных на карте либо в огромной группе росли, либо захотели в пещеру, и там оставались и росли. Кстати, вы можете свои способности экипировать, когда вы спите, вместо того, чтобы искать эту чёртову пещеру. Это явно очень хороший плюс. Конечно, с квестовым предметом и выходит нехорошее дело, что вам, ну да, придётся сложно гриндить на способности, например, очень прикольной способности у Итератора. Но это захожу вперёд. Да, также на этом сервере после смерти вы теряете одну клеточку от роста. Не стадию роста как... Эм, ладно, это в общем... Это немножко попозже. В принципе, тут это не является сильной проблемой. Тем более, учитывая, что этот сервер как бы вообще без правил. Чистая анархия, которая является более справедливой, нежели некоторые сервера с правилами. Я видел некоторые казусы, типа пак из цератозавра и дейнониха и неожиданно ополчившийся против меня гигас конкавинатором, но с другой стороны, вы же тоже можете отплатить им тем же. Конечно, эта анархия мне позволила приблизиться к аргентинозавру и увидеть, какой она огромный по сравнению с корнотавром. Довольно любопытное чувство подойти только на дейнонихе. Это поистину гигантские существа, и такая карта, ну, почти для них подходит, хотя тут не слишком много таких пространств. Ну, конечно, как они... Довольно... Да. Видеть, как они лежат в болоте, ну, довольно атмосферно. Отдают, знаете, некоторым ретро-артам по бронтозаврам. Конечно, винтажные моды по динозаврам еще надо ждать и ждать. Как же я жду ретро-дейнониха от Мистра Ретродона. Какой же это красавец! Ладно. Возможно, стоит перейти к динозаврам. Пока что под брендом этого мода вышло 5 существ. Но если мы не будем считать за отдельный вид тип Ютораптора с перьями. Также туда входит гиганатозавр, аргентинозавр, карнотавр и какой-то бразаврапот, если честно, не вспомню имени. Но выполнены они довольно неплохо. В плане возможности атак Ютораптор и аргентинозавр явно хорошо проработаны. Даже лучше, чем ванильные динозавры. Ютораптор имеет некое подобие наскока и возможность отскочить назад. Правда, эти способности активируются во время бега. А аргентинозавр имеет атаки на любую из конечностей. Конечно, на это с его медлительностью придется очень долго фармить. Также милая деталь. Когда вы наклоняете камеру, наклоняется вместе голова. Так что, когда он будет есть куст, он не будет есть воздух, а именно наклониться прямо на него. Довольно неплохо. Пока что я вырастил только карнотавра и Ютораптора. Также я планирую гигу и аргентинозавра довести до ума. Стоит признать, что из-за довольно компактности карты и из-за того, что постоянно приходится игрокам перемещаться, скучно вам не будет. Конечно, вы постоянно будете в опасности, но в умеренной, скажем так, в умеренной концентрации, а не с каждой сторон вас душат все огромные мега... Ну, ну вы понимаете. Конечно, за аргентинозавра вырастить довольно сложно. Повторюсь, в обычных условиях. Но, в принципе, когда я играл за карнотавра, молодые аргентинозавры были довольно хорошим блюдом. В принципе, да, модификация, точнее, сервер по этому моду скрасил многие недостатки ванильной игры. Правда, сей по всему, это потому, что владельцы серверов просто забили на него, скажем так, обновления. Ладно. Но пока что место есть, можно играть вдоволь. Этот мод, насколько я понимаю, по стилистике динозавров близится к Айлу. Также есть еще один мод, но у него, скажем так, дела обстоят похуже. Но зато у него есть карта, которую я показываю во время демонстрации динозавров и аргентинозавра. Вот это очень похоже стилистически на Айлу. Учитывая человеческие постройки, которые выполнили довольно неплохо. Даже лучше, чем, скажем так, в Айле. В принципе, я хотел бы увидеть этот же мод с динозаврами, но на этой карте. Но, к сожалению, сервера с этой картой почему-то пустуют. А жаль. В принципе, вы можете меня вечером встретить на этом сервере, учитывая, что время довольно долго летит. А, стоп, какой-то это уже бред. Что же, подведем итог. Сервер по модификации первобытные тираны, на английском я это просто не выговорю, является пока что лучшим комьюнити сервером в данной игре. За счет своего без контроля и довольно неплохой модификации и карты. В принципе, на этом все. А, да, тут еще один моментик. Помните, в начале видео я говорил про отсылку на одно видео? точнее, на два. Я никого не хочу, знаете, упрекать, но почему-то эти видео я не нашел. Кажется, немножко, но подозрительно. Вам так не кажется? Или я что-то путаю, или нету? Да, как-то нехорошо вышло. Нехорошо вышло. Ладно. Как и всегда. Бывайте, не забывайте. Не забывайте.